МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Фридом наше время. Здравствуйте! Сегодня важно узнать о таком. Массированная ракетная атака России на Украину. Десятки жертв, больше сотни раненых. Путинские войска обстреляли Киев, Кривый Рог, Днепр и Донецкую область. В столице разрушена крупнейшая в Украине детская больница. Сейчас все террористическому акту. Во время этого террористического акта в трех операционных были операции на открытом сердце. Там повыбивало окна. Мы перевезли этих детей в другие кардиохирургии. Украина и Польша подписали уникальное соглашение о гарантиях безопасности. Договор впервые предусматривает возможность перехвата в украинском небе ракеты дронов, выпущенных в направлении польской границы, о чем еще договорились Киев и Варшава. Кто сегодня защищает Украину, защищает также себя. И в Польше это имеет особое значение. Поэтому, возможно, это даже самое важное. Россия – главная угроза НАТО. Чтобы защититься от дальнейшей агрессии Москвы, Альянс планирует создать до 50 дополнительных военных бригад. Детальный план инициативы союзникам представят на саммите в Вашингтоне. Без воды, электричества и под непрерывными бомбежками. Так сейчас живет прифронтовой Торецк. Почему из города эвакуировались не все жители? Специальный репортаж Фридам. Слышишь? Он сейчас чутко слышит, как летит дрон. И перед этим били 6 или 7 градов прилетело. Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Впервые за долгое время атаки произошли днем и носили волнообразный характер. Путинские войска обстреляли Киев, Кривый Рог, Днепро и Донецкую область. К этому времени известно о 33 погибших и 140 пострадавших. Это данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Для атаки российские оккупанты использовали 38 ракет разных типов, заявили в командовании воздушных сил ВСУ. В частности, это были кинжалы, искандеры и калибры. Силы украинской ПВО сбили 30 ракет воздушного, морского и наземного базирования. 10 человек погибли и 42 пострадали в Кривом Роге. Путинские террористы атаковали здание одного из промышленных предприятий города. Спасательная операция продолжается до сих пор. На месте трагедии работают и корреспонденты телеканала «Фридом». Сразу несколько городов Днепропетровской области утром 8 июля пережили массированную атаку российскими ракетами. В Кривом Роге было два попадания. Люди, которые живут 2-3 километра от этого района, говорят, звук был очень громкий. Первый был не сильный, потом очень сильный, потом глуховатый. Мы не видели, потому что мы на расстоянии километра 2 отсюда. Услышал взрыв, выбежал в бомбоубежище сразу. Ничего не слушал, ничего не смотрел, где, что, куда. Уже потом, позже оказалось, что здесь такое большое горе. Основной удар пришелся по административному зданию промышленного предприятия. В течение нескольких часов здесь удалось погасить пожар. Теперь спасатели разбирают завалы. Предварительно было известно о 10 погибших. Почти полсотни раненых. Многие люди за помощью обращались к психологам. У людей были разные реакции, начиная от просто шока, ступора, заканчивая истерикой. Надо было выслушать людей и направить их на дальнейшие действия, если они не понимали, что делать. Элементарно – выпить воды. Мы их отвели на место, где им не будут мешать другие, где они могут выразить свои чувства. Атаковали россияне и Днепро. В городе поврежден девятиэтажный дом. Осколки ракет выбили окна и повредили несколько десятков машин. Также повреждено и одно из СТО. Всего городские власти сообщают о десяти поврежденных многоэтажных домах. Двенадцать человек получили травмы. Часть из них за помощью обратились в больницы. Когда же лекарды было? В нашу больницу доставили трех пострадавших в результате взрыва. В средней степени тяжести. Все раненые с ранами от взрывов, открытыми переломами конечностей и акубаротравмой. В Днепре больших жертв удалось избежать благодаря тому, что люди вовремя среагировали на сигнал воздушной тревоги и спрятались в укрытиях. А в Кривом Уроге 9 июля уже объявили днем траура. Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Договор предусматривает возможность перехвата в украинском воздушном пространстве ракет и дронов, выпущенных в направлении польской границы. Также будет создан Украинский легион, который обеспечит подготовку бойцов ВСУ на территории Польши. Соглашение также содержит блок по сотрудничеству в оборонной промышленности. В частности, предполагается размещение польских компаний в Украине и совместное производство вооружения. Подписание договора состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву. От польской стороны соглашение заверил премьер-министр Дональд Туск. Также стороны обсудили участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество. А еще ожидание от саммита НАТО, который завтра начнется в Вашингтоне. Особенно мы благодарны за специальные договоренности по сбиванию в украинском пространстве российских ракет и дронов, которые выпущены в направлении Польши. Мы благодарны Польше за все переданные самолеты до этого. И мы поднимаем вопросы о передаче еще самолетов с современной НАТОвской авионикой, чтобы защитить наше гражданское население и нашу сеть украинской энергетики. И третье. Мы зафиксировали в нашем договоре по безопасности подготовку на территории Польши Украинского легиона, нового добровольческого военного подразделения. Кто сегодня защищает Украину, защищает также себя. И в Польше это имеет особое значение. Поэтому, возможно, это даже самое важное, лучшая гарантия нашего сотрудничества в сфере безопасности. Потому что сегодня у нас есть общая программа, общий проект. Потому что наша безопасность общая и неразделимая. В США на саммите НАТО вы также сможете рассчитывать на нашу полную поддержку. Этот путь Украины в НАТО дольше, чем вы хотели. Дольше, чем хотела Польша, мы это знаем. Пока сделаем все для того, чтобы помощь НАТО для Украины была наиболее эффективной. В Варшаве также состоялась встреча президентов Украины и Польши. Владимир Зеленский и Анджей Дуда подробно обсудили оборонное сотрудничество и потребности ВСУ. Также лидеры стран отметили важность саммита мира, соглашения о гарантиях безопасности и обсудили новый пакет помощи от Варшавы. В то же время, по словам премьера Дональда Туска, Польша ищет возможности помочь Украине пережить тяжелую зиму. А именно, производить электроэнергию за европейский счет, при условии, что Варшаве не придется платить за дополнительные выбросы в результате сжигания угля на ТЭС. Эту электроэнергию Польша могла бы отправлять в Украину имеющимся энергомостом. Глава польского правительства подчеркнул, что таким образом, конечно, не удастся полностью решить проблему обеспечения Украины электричеством, но хотя бы частично это покроет дефицит электроэнергии. Глава польского правительства До 50 бригад планируют создать НАТО для защиты от нападения России. Об этом сообщает рейтер со ссылкой на источник в Альянсе. Собеседник агентства отказался сообщать подробности секретного плана, однако отметил, что набор персонала станет серьезной проблемой, так как в одну бригаду входит от 3 до 7 тысяч военных. Также, по его словам, подробности усиления обороны могут быть озвучены на саммите лидеров НАТО, который завтра начнется в Вашингтоне. 85 боевых столкновений произошли по всей линии фронта с начала этих суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Российские оккупанты продолжают вести наступательные операции по всей линии фронта. Активно задействуют для ударов авиацию. Украинские защитники сдерживают натиск войск РФ и наносят противнику значительные потери, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Самым горячим направлением остается Покровская. Там происходит треть от всех боев на линии фронта. Захватчики пытаются вытеснить украинских бойцов с позиций, в частности в районах Воздвиженки, Новоалександровки и Тимофеевки. Также на плацдарм российские войска регулярно сбрасывают неуправляемые авиационные ракеты и бомбы. На Купинском направлении противник дважды безуспешно штурмовал расположение сил обороны вблизи Стельмаховки и Берестового. Ситуация контролируется, отметили в Генштабе. На Торецком плацдарме противник также активно использует авиацию. Противник преобладает по многим позициям огневого поражения и противник не скрывает своих армейских устремлений в части уничтожения Украины как государства и уничтожения Украинства как составляющие народов мира. А это значит, что это наша война, война за выживание. В этом противостоянии мы можем победить при условии полноценных и своевременных поставок вооружений и техник, которые есть у наших западных партнеров, в том числе и у них участниц клуба «Рамштайн-50+.» Тем временем украинские операторы беспилотников улучшают свои возможности перехвата российских дронов дальнего радиуса действия в воздухе. Это позволит воздушным силам ослабить давление на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. В качестве примера аналитики приводят видео от 1 июня. На кадрах показано, как украинские силы используют FPV-дроны с видом от первого лица для поражения российского тактического разведывательного беспилотника «Зала» и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия «Орлан-10» в небе над Великой Новоселкой в Донецкой области. В Институте констатируют, что способность украинцев использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила бы украинским силам ослабить российские ударные комплексы, сохраняя при этом снаряды для ПВО малой и средней дальности для более дорогих и значительных российских воздушных целей. Партизанское движение «Атэш» провело разведку на аэродроме «Херсонес» во временно оккупированном Севастополе. Там размещены остатки российской авиации, а именно противолодочные вертолеты, так как основную часть авиации РФ уже перебросила на аэродром «Бельбек», пытаясь уберечь ее от украинских атак, говорят партизаны. Они также выяснили, что «Херсонес» используется в основном как база для БПЛА. 1200 российских военных ликвидировали силу обороны Украины за минувшие сутки. Всего же с начала полномасштабного вторжения РФ число потерь живой силы российской армии достигло более 552 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Кроме этого, украинские военные уничтожили 16 российских танков, 40 боевых бронемашин, 29 артиллерийских систем, 1 самолет и 31 беспилотник противника. 120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Это данные последней регулярной сводки медиазоны, русской службы Би-Би-Си и команды волонтеров. Журналисты ведут подсчеты потерь путинской армии в Украине по открытым данным, некрологам и различным реестрам. Расследователи подчеркивают, что на украинской земле погибло больше солдат, чем во всех вооруженных конфликтах после Второй мировой войны. Подробнее о подсчетах в нашем сюжете. Пока российские власти продолжают замалчивать реальные потери своих военных на фронте в Украине, независимые журналисты утверждают, каждый день войны вооруженным силам РФ обходится минимум в 250 смертей российских солдат. На июнь 2024 года мы можем назвать цифру 120 тысяч человек. 120 тысяч человек это, разумеется, оценка. Мы не знаем этих людей поименно, более того, мы не можем с уверенностью выделить их из этого самого реестра наследственных дел. На днях в одном из телеграм-каналов был опубликован юбилейный 60-тысячный пост об уничтоженном российском оккупанте. Это ужасающая цифра, полнейший провал и полнейшее пренебрежение россиянами. В свою очередь активисты из города Иркутск сравнили спутниковые снимки кладбищ за этот и прошлый год. Число могил на отдельном захоронении военных на городском кладбище увеличилось почти в шесть раз. Только на этом пятачке захоронены 150 наших с вами соотечественников. Как Пригожин практически без подготовки кидал своих завербованных заключенных в мясные штурмы, так сейчас это делает и Министерство обороны. Также Министерство обороны, мы это прекрасно видим, продолжает вербовку заключенных. Стратегия ведения этой войны для российского Министерства обороны определилась. И по цифрам потерь мы, к сожалению, очень четко фиксируем, что это за стратегия. Эта стратегия в первую очередь безжалостна к своим, а уже потом к чужим. Издание The Economist опубликовало свои графики потерь. На них видно, что Россия понесла колоссальный урон в живой силе во время контрнаступления ВСУ летом 2023 года, а также в боях за Авдеевку. Вот это так называемое кладбище мотоциклов под Углидаром. Вы его видите перед собой. 72 МБР недалеко от Сладкого, Донецкой области, публикует эти кадры. На этих кадрах разбитых мотоциклах видно 23 уничтоженных мотоцикла. Как вы видите, просто они сожжены. И, собственно, вот этот ролик с кладбищем мотоциклов, он на многих, конечно, произвел впечатление. Сейчас больше всего личного состава Россия теряет во время штурмов Часового Яра. Эти данные базируются на информации Министерства обороны США. Также журналисты проанализировали, сколько исполнилось лет ликвидированным оккупантам. Так, больше всего погибших россиян на войне в возрасте от 35 до 39 лет. Из-за больших потерь и низкого количества желающих присоединиться к путинской армии, в вооруженных силах РФ новая тенденция. В штурмы отправляют раненых и недолеченных военных. Шансов вернуться домой у них нет, признаются оккупанты. И далее возвращаемся к теме массированного ракетного обстрела Украины. Мы подготовили специальный репортаж из Киева. В результате утренней российской атаки детская больница «Ахмадец» в столице почти на 80% выведена из строя. Разрушены все коммуникации. В медцентре нет света и воды, заявил заведующий отделением трансплантации костного мозга Александр Лисица. Только в его отделении в момент атаки было 20 тяжелых больных, а всего более 50 маленьких пациентов. Подробнее о последствиях российского террора и реакции на ее мировое сообщество в сюжете. Россия нанесла масштабный удар по детской больнице Киева. Российские ракеты попали в киевскую детскую больницу в результате смертоносных обстрелов всей Украины. «Путин бомбит детскую больницу». Такими заголовками пестрят сайты крупнейших международных медиа, шокированных циничным ударом российских оккупантов по Ахмадету. Именно здесь дети обретают надежду. Надежду на здоровье, надежду на жизнь. И именно по этому заведению прилетела российская ракета. Я уже устал говорить, что Россия – это страна-террорист. И это еще дополнительное доказательство, что эта страна не может существовать как государство. Удар пришелся по корпусу, где располагалось токсикологическое отделение. В момент атаки дети проходили тут процедуру диализа. Десятки пациентов и их родителей ранены. Среди медицинского персонала есть погибшие. После удара в медицинском центре пропала электроэнергия. И те пациенты, которые находились на аппаратах искусственного кровообращения или вентиляции легких, и те, кто был на операциях, остались без систем жизнеобеспечения. Их эвакуировали в первую очередь в другие медучреждения Киева. У меня вчера родился племянник, которому сегодня должны были делать операцию на сердце, потому что у него не открывалась аорта. Ребенка перевели в кардиоцентр и решали вопрос, когда делать операцию. В то время, когда мы ждали, раздался взрыв. Нас всех накрыло взрывной волной. Я разбирала завалы, пока не приехали спасатели. Мы все вместе, люди, которые были в то время здесь, на территории больницы, начали оказывать медицинскую помощь, начали разбирать завалы. Мы понимаем, что более 20 детей пострадали в результате террористического акта. Плюс мы говорим не только об Ахмадете. У нас есть центр детской кардиохирургии, который находится на территории Ахмадета. И там, во время этого террористического акта, в трех операционных были операции на открытом сердце. Там повыбивало окна. Мы перевезли этих детей в другие кардиохирургии. Для обстрела крупнейшей детской больницы Украины Россия использовала стратегическую крылатую ракету воздушного базирования Х-101. После того, как кадры беспрецедентной атаки попали в сеть, россияне ожидаемо стали распространять дезинформацию, пытаясь снять с себя ответственность. Судебные эксперты Минюста сделали предварительные выводы по видео момента попадания в детскую больницу Ахмадет в центре Киева и изъятым на месте происшествия остатком ракеты. Без комментариев. Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции Украины. Фейсбук. Атака России всколыхнула международное сообщество. Мировые лидеры осудили совершенный Россией террористический акт. Россия нанесла удар по детской больнице в Киеве и снова убила невинных мирных жителей. Это террористы, с которыми нельзя вести переговоры. Маргус Цахна, министр иностранных дел Эстонии. Кремль превратил эту войну в войну против детей. Негуманность и пренебрежение к человеческой жизни. То, против чего мы выступаем. Майя Санду, президент Молдовы. Пока полезные идиоты грезят о мире с Путиным, он направляет ракеты на детскую больницу. Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии. Российская атака на детскую больницу в украинской столице является жестокой и должна быть осуждена самым решительным образом. Это один из многих примеров того, как Российская Федерация пренебрегает международным правом. Карл Нехаммер, канцлер Австрии. Самый кровавый обстрел Украины с начала года российская армия совершила на фоне заявлений Кремля о якобы готовности к мирным переговорам. Мы должны все работать над тем, чтобы привлечь к ответственности Россию за терроры Путина за приказы наносить удары. На все, что с ним пытаются обсуждать о мире, Россия отвечает ударами по домам и по больницам. Именно поэтому мы можем только принудить Россию к миру. В связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, в том числе детской больнице, Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Германия примет на лечение детей из больницы Ахмадет. Об этом заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах. Он также добавил, что немецкие специалисты уже выехали в Киев и привезут маленьких пациентов в среду. Тем временем ускорить поставки Украине средств противовоздушной обороны призвал международных партнеров министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Этот варварский удар в очередной раз призывает весь мир, всех лидеров и страны, как можно быстрее предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, дополнительные патриоты и оружие. Призываю партнеров принять решение без промедления. Призываю все страны и международные организации решительно осудить сегодняшний удар, принять немедленные меры для усиления потенциала противовоздушной обороны Украины и отвергнуть любое умиротворение убийцы детей и других гражданских. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В соцсети ИКС. И к другим важным темам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с неожиданным визитом посетил Пекин. Он провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпина. В частности, стороны обсудили войну России против Украины. Орбан заявил, что Китай является ключевым государством в создании условий для мира. Отмечу, что визит венгерского премьера в Пекин и его остановки на прошлой неделе в Киеве и Москве состоялись сразу же после того, как Венгрия возглавила Совет Европейского Союза. Виктор Орбан вызвал новый всплеск недовольства в Брюсселе из-за участия в неформальном саммите организации тюркских государств в Азербайджане. Как подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Венгрия не получала от Евросоюза мандата на продвижение отношений с организацией. Ранее ЕС раскритиковал встречу Орбана с Путиным. По словам европейских дипломатов, лидеры Евросоюза готовы обсудить вопрос о лишении Венгрии права участвовать в принятии совместных решений. Подробности в материале. В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил два резонансных визита. 2 июля он впервые за долгое время посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. И сразу же, не согласовав свой визит, отправился в Москву на встречу с Путиным. Свою поездку Виктор Орбан назвал так называемой мирной миссией. Венгрия постепенно станет единственной европейской страной, которая может говорить со всеми. Реакция Брюсселя, лидеров стран ЕС, последовала незамедлительно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что визит Виктора Орбана в Москву относится исключительно к двусторонним отношениям Венгрии и России. В Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что визит венгерского премьера в РФ нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что у Венгрии, как страны-председателя ЕС, нет мандата на взаимодействие с Москвой. Европейский совет четко определил, Россия агрессор, Украина жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут вестись без Украины. Шарль Мишель, председатель Европейского совета, в соцсети ИКС. Как заявила премьер-министр Латвии Эвика Силеня, в то время, когда Россия ведет войну в Украине и убивает мирных людей, встреча с Путиным абсолютно неприемлема. Это подрывает усилия по достижению победы Украины и справедливого мира, подчеркнула глава латвийского правительства. Раскритиковал Виктора Орбана и канцлер Германии Олаф Шольц. Отвечая на вопрос немецких журналистов, сообщил ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан о своем визите в Москву заранее, Шольц ответил отрицательно. Нет, поскольку он не является представителем Совета ЕС, я полагаю, что он решил, что ему это не нужно. Ранее Виктор Орбан неоднократно распространял пророссийские нарративы. Например, в марте он обвинял европейские страны в том, что они, поддерживая Украину и вводя санкции против Москвы, ведут собственную войну против России. И неоднократно критиковал ЕС за помощь Украине. Например, Будапешт препятствовал принятию почти половины решений Евросоюза по Украине. В частности, блокировал выделение Киеву 50 миллиардов евро. По словам европейских дипломатов, лидеры стран ЕС готовы лишить Венгрию права участвовать в принятии совместных решений в соответствии со статьей 7 договора о Европейском Союзе. В случае, если страна не следует ценностям ЕС. Я думаю, что даже возникнет снова дискуссия о том, чтобы лишить Венгрию председательства в Европейском Союзе. Сразу могу сказать, что этот процесс сложный. Скорее всего, в Венгрии все-таки оставили возможность председательствовать в Совете ЕС по двум причинам. Из-за того, что это довольно сложно решить государство такой возможности, если по очереди наступает время председательствовать. Ну и, кроме того, Орбан проявил позицию, выгодную для Украины, когда перестал блокировать выделение помощи Украине во время нескольких голосований. По мнению аналитиков Института изучения войны, премьер-министр Венгрии стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры с РФ, чтобы подорвать поддержку Украины. Призывы Орбана и других к переговорам и украинская формула мира – это разные условия с разными целями. И Путин продемонстрировал, что он не заинтересован в любых соглашениях, кроме капитуляции Украины. Из отчета Американского института изучения войны. В публикации издания Newsweek 5 июля Виктор Орбан обвинил НАТО в выборе войны вместо мира и заявил, что Альянс был создан для поддержания мира. Статья Орбана появилась после его визита в Москву. В свою очередь генсек НАТО Йенс Толтенберг заявил, что на саммите в Вашингтоне ожидают, что Орбан расскажет НАТО. О чем же он договорился с россиянами в Москве? Без воды, электричества и под постоянными авиаударами живет сегодня Торецк. Участок фронта вблизи города войска РФ штурмуют ежедневно, засыпая мирное население снарядами и ствольной артиллерии. Как здесь живут люди, которые не решились на эвакуацию, узнала наш корреспондент Алена Грамова. Разбитые улицы, заброшенные частные дома. Вместо пения птиц звуки гремящего фронта. И люди, буквально живущие в подвалах. Двор, в котором еще кто-то живет, можно определить полаю собак. В этом доме живет пенсионерка Нина Анатольевна. К нам на встречу выходит не сразу. Говорит, плохо слышит. Уже год у женщины проблемы со слухом после контузии. Нина Анатольевна живет в доме соседей. От ее жилья после попадания российского снаряда остались лишь руины. Руки женщины уже давно не отмываются от гари. Еду приходится готовить только на костре. Для технических нужд собирают дождевую воду. Пенсионерка рассказывает, в этом частном секторе на трех улицах проживает не более 10 человек. Остальные давно выехали. Фактически нет, то есть как раньше было. Ой, нет. А куда ж? Тут же дома жгут каждый день. Самолет летит, от колки летят. Ой, а сбрасывают. Вот два вчера пролетело. Все, что есть у них, они все. Вы в центре были? Ой, не ходите туда. Там вообще куча развалин. Все вот эти дома, если раньше вы были, просто развалены. Нина Анатольевна пока отказывается от эвакуации. Говорит, что не может бросить животных, которых ей оставили уехавшие соседи. А вот ее подруга Валентина, дом которой уже давно разбит, устала жить под обстрелами и просит ее вывезти. Я одинокая, никому не надо. Сейчас меня берите и увозите. Ну а что, вы везете на меня? Я же ничего не могу. Сейчас берите, везите. Ну вот такой Торецк, одна из самых обстреливаемых частей города, частный сектор здесь местных. Очень трудно встретить, чтобы познакомиться с местной жительницей. Мы буквально 15 минут обошли вокруг, слышали, как летают дроны. И при этом просто невероятное количество звуков от разрывающихся снарядов работающей авиации. Сейчас в Торецке проживает около 4 тысяч мирных жителей. По данным местных властей, каждый день на эвакуацию соглашаются не более трех десятков человек. Российскими снарядами город уже разбит на 75%. Актуальные новости узнавайте в телеграм-канале Freedom. Если вы еще не подписаны на него, сканируйте код на экране, переходите по ссылке, и тогда будете в курсе важных событий в Украине и мире. На этом наше время подошло к концу. Эфир Freedom продолжит информационный марафон. Екатерина Вишневская вернется в студию буквально через минуту. Оставайтесь с нами и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»